Ай, гай! Есть пальцы! Не понимаю! Раз, два... Ну что ж, никогда не говори никогда. Первый раз, когда смотрели тикток, я зарекалась, что никогда не буду такое снимать. И в этом нет смысла, ребята, я ошиблась. Понимаете, самоизоляция диктует свои правила. Так что сегодня мы решили повторить самые популярные челленджи в тиктоке. Но при этом Алина не создает свой тикток. Мы это делаем именно для ролика. Посмотрим, насколько это сложно. Потому что, опять же, я уже это говорил, что там бывают реально интересные задания, которые либо смешные, либо сложные, либо реально такие челленджовые. И мы их как раз будем пытаться выполнить сами, вдвоем или по очереди. Просто некоторые челленджи мы пытались смотреть не на камеру, друг с другом. И мы решили, что было бы интересно показать это и вам. Потому что получается иногда очень забавно. Сегодня мы бы добрали 10 разных челленджей, как простых, так и не очень. И если вы хотите продолжение, где мы выберем еще более жесткие задания, и также запишем свои повторения, набирайте минимум 30-ку за сутки. Это вот прям цель для вас. Да, а потом скажем, если 50, то создаю свой тикток. Ну это потом. Для первого требуется как раз пара. Это идеально. Я ее беру типа как котенка. Да. Идея этого челленджа очень простая, что она должна крепко схватиться за мою руку. Тут даже как бы напряг не на меня идет, а она должна держаться крепко. И тогда все получится. Мы это видели у Логана Пола. Ни с лбом же опускать, правильно? Да. Я уверен, что это вообще легко. Смотри. Главное разбить нос. Так. Готово? Нет. Крепко держишься? Давай. Ее, бой. Ой. Давай еще раз чисто. Настраивай. Меня немножко ладошки вспотели от страха. С честно мешает кольцо, прости. Сейчас будет красиво. Вот. Вот это было легко. Ну, на самом деле, это правда было легко. Мы сделали с первого раза. Следующий мы посмотрели у Текилы и его жены. Мы его назвали велосипедом. Алина вообще называет это магией. Она говорит, как они это сделали? Говорит, да легко. И вот я уверен, что это будет легко. Тем более, я большой, она маленькая. Ее можно вообще на одной руке поднять. Вот так наоборот у нас в фитальбе получилось. Это не магия, это просто правильное расположение рук и опор. Все легко, математика, геометрия. Давай. Упирайся мне прямо вот в ребра. Вот у меня их нету, но вот где кости? Без пальцев. Теперь вы берете ее за лопатки. Раз, два, три. Главное не навещим. Еее. Главный совет уже по нашей ошибке. Мы как-то пробовали на днях не в живот. И самое важное, не упираться пальцем, потому что пальцами больно, а все ладошкой. Этот челлендж вы по-любому видели. Он очень сильно вирусился. Но у меня есть предчувствие, что у нас не получится. Да, мне тоже так кажется. Наша разница в росте, мне кажется, будет делать сложновато. Но мы попробуем. Мы же просто пытаемся попробовать все. Можно я сразу отметить, что у нас разница в весе и росте два раза? Типа, ну, сами понимаете. Да, нет, ну подожди. Я в росте тридцать сантиметров весит, а пять килограмм разница. Нет, не понимаю. Понимаете, в чем проблема? Мы физически не достаем до подмышек. Просто вот, например, Максим скрестился, вот ноги скрестился моими подмышками. Я, вот мои ноги. Невыполнимо. Давай, давай. Провалено. Ну, мы хотя бы пытались. Пара-па-па-пам. Ванга. Ну. Это было ожидаемо, вполне. Мы даже не стали монтировать ничего в тикток, потому что, ну, там нечего монтировать. Фиаско, брата. Следующий тикток мы также увидели у текилы. В какой момент мы стали фанатами текилы? Почему-то в рекомендациях его ролики у меня начали появляться. Я это назвала лежащий уже велосипед. Все-таки, думаю, здесь у нас есть шанс повторить. Ну, мне кажется, это непросто. Но все равно это полегче, чем предыдущий. Ну, да. Давай, убирай. Раз, два, три. Холодильник. Раз, два. Давай, сейчас продолжаем. Холодильник мешает. Пока Алина просматривает, скажу, что это физически неплохая тренировка. Чтоб вы понимали, Алине не понравился ракурс, мы переделываем. Ты не нажала сплей, Максим. Прости, пожалуйста. Что? Ты не нажала запись, да? Каюсь, каюсь, каюсь. Поднимаемся? Давай, поднимемся, пока забалансируемся. Готово? Да. Мои ноги. Одобрено. В целом, самое главное, это поймать ритм вдвоем. Так не очень сложно. Но я не размял как следует руки, у меня сейчас болит правый бицепс. Потому что вам приходится выдавливать, плюс, ну, короче, контролировать. Это не очень легко. Это не сложно. Просто надо было размяться, а это дурачок. В общем, будьте аккуратнее. Надо после спортзальчика все это делать. Ага, какого спортзальчика? Закрыто все. Ну, когда они-то откроются. Ребят, спойлеры. И на май будет закрыт. Я, со мной, я не знаю, хорошо ли я еще пройду или нет. Начинаем? Нет. Ты прошла? Ну, я чуть-чуть ручится. Давай еще. Два, смотри. Нет, вот только если вот так руки. Я полудоска. А теперь я. Самое интересное. Давай, давай, раз. Да нет. У меня пропорции. Если честно, здесь важны просто пропорции рук и ног. У меня короткие руки, а у Максима просто длинные, наоборот, все. У него очень длинные ноги. Так, держи меня. Вот так, под углом, подайся. Сейчас, держи меня. Под углом ногу. Давай, умничка. Блин. Держи меня. Нет. Давай сразу с второго этапа. Кстати, спорим, здесь у меня изи получше. Вот смотрите, она же за... А, а! Так, еще раз. Давай. Попробуй вниз. Простите. Ты не прошел просто нигде. Так, получается, ни ты не доска, ни я не доска. Конечно, не доска. Ну, следующий видеоролик мне кажется чисто женский. Знаете, типа, хочу и у меня в итоге есть. Я решила собрать все дорогое, что у меня есть и показать в видеоролике. Причем, самое забавное, что у меня в реках этого даже нет. Это чисто у Алины Усэйшли. Ну, Игорь, чисто женская тема. Я готов. Я знаю. Ну, я думаю, мы справимся. Реквизиты готовы. Здесь буду руководить. Ты тянешься к предмету, я тебе даю этот предмет в руку, в этом же... Нет, вот ты подвинул, уже будет красиво. I want it. I got 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 it. Надеюсь, что-то получится. Вы увидите все это на монтаже и не забудьте подписаться на мой тикток. Кстати, мы же это делаем для тиктока Максима. Мы делаем это все для твоего видоса. Не ври. Ну, в целом, мне кажется, получилось неплохо. Мне только кажется, что очень много дивана на переднем плане и некоторые барышни снимали чисто свои руки. То есть, вообще, даже плеча не было видно. На собственную интерпретацию. Конечно. Видение автора просто. Но мне кажется, интереснее, что хотя бы зритель понимает, что это ты, а не чья-то там рука. Да, да. Если, допустим, у тебя здесь тату была с надписью Алина Суперстар и все понимали, что это рука, то да. А так, это лучше уникальности добавить. Фитнесом позанимались, женскими штучками тоже, но к нему вернемся позже. Сейчас мы решили подвечать на вопросы. Там много есть, кто из нас, кто из вас и так далее. Алина взяла две случайные подборки и мы ответили это для вас. Может быть, вы о нас узнаете что-то новое. Ну, после того, что мы прошли, это вообще не испытание. Давай. Так, закрытыми глазами показываем друг на дружку. Давай. Кто из вас спортивнее? У кого лучше музыкальный вкус? Кто из вас лучше одевается? У кого больше подписчиков в Инстаграме? У кого из вас красивая фигура? Кто смешнее шутит? У кого было больше парней или девушек? Кто больше жрет? У кого больше фобий? Кто чаще попадает в неприятности? Кто постоянно опаздывает? Кто из вас выше? Очевидно. Кто из вас лучше готовит? Кто более творческий? Так. Тут все очевидно. Не знаю. Забавно на самом деле. Когда ты слепой и не видишь, что отвечает твой партнер. Да ладно. Там было сначала 4 на меня. У меня все у тебя просто. Если честно. А смотрите, прикольно. Есть очень много таких. Можем кто-то записать? Хочешь? Ну давай. Это эксклюзив для Ютуба. Особенно мне нравятся голоса у этих девушек. Как они придумывали? Они как будто так простые. Ну что, говорить надо. Так, давайте. Готов? Кто из вас более организованный? Кто из вас больше ест? Кто из вас лучше танцует? Кто из вас лучше поет? Кто из вас смешнее шутит? О, тут я царь. Кто из вас более ранен? Кто из вас тупее? У кого из вас было больше парней? Парней? Наверное, у меня было больше. Ой. Кто из вас лучше одевается? У кого из вас будут раньше дети? Интересный вопрос. Финал бомбишься. Ты на кого показал? Я на себя. Я взял вот так. Наверное, я рожу все-таки. Я его первым увижу, потом у меня будет быстрее ребенок. Учего как-то... И ты его уже воспитываешь, а я еще без сознания вижу. Вообще в ТикТоке очень много всяких ответов на вопросы, кто из нас и тому подобное. И они усовершенствуются. Сейчас появился новомодный тест на шизофрению. Может, это наоборот регрессия? Так что мы решили, конечно же, тоже его пройти. Это что-то странное. Это Алина захотела тест на шизофрению. Типа, ну ладно, давай. Тест на шизофрению. Задний палец, если ты можешь засмеяться и заплакать без видимой причины. Задний палец, если тебя без причины могут раздражать близкие люди. Задний палец, если ты избегаешь многолюдных мест людского внимания. Да, конечно. Задний палец, если иногда тебе по нескольку дней не хочется выходить из дома. Да, загибай. Задний палец, если больше всего тебе нравится находиться в одиночестве. Задний палец, если ты можешь отказаться от похода в гости из-за плохого предчувствия. Задний палец, если ты долго помнишь даже незначительные обиды. Задний палец, если обычно ты погружен в свои мысли. Задний палец, если тебе сложно проявить любовь и нежность. Задний палец, если тебя не интересуют новые знакомства. Если ты загнул больше семи пальцев, то у тебя большая вероятность развития явной формы жизни. Ты там больше. У тебя? У тебя 7. Ну, а у меня 7. Я вообще со счета дважды не сбился походу. Я, знаешь, я загнул, начал отступать. Да, кажется, у нас проблемки. 7, 7. Ты не ходишь в гости до какого-то предчувствия? Ну, я просто не очень люблю ходить. Вряд ли. У нас есть такие люди. Я чувствую, что плохое случится, не пойду. Я просто не очень хожу. Ну, ладно. Вообще, Алина, почему ты в спортивках? Давай что-нибудь приличное оденем и запишем. Давай. Кстати, в ТикТоке сейчас есть такие челлендж с переодевашкой. Так что сейчас будут и спортивные дивы. Фэшн диву. Ну, этот челлендж, мне кажется, тоже чисто женский. Потому что опять-таки... Да ладно, я видел мужские версии такие. Да? Да. Ни разу не видела. Вот сугубо женская тема. Ну, одежда готова. Алина здесь в спортивках. Она должна упасть и потом ровно так же еще раз, по сути, лечь. Так, все, запоминай. Алин, запоминай, что у тебя ноги свисают. Аккуратно вставай. Кровать не поправляй. Теперь цензура, пацаны. Так, пацаны, мне нужно выключиться, чтобы посмотреть, как она лежала. Я вернусь скоро. Смотреть надо было туда. Курочка левел просто максимальный. Еще раз. Ну, получилось неплохо. Мне кажется, правда, получилось неплохо. Я еще хотела повторить один челлендж, тоже очень популярный для пар, где переодевается женщина в мужскую одежду, мужчина в женскую. Но у нас есть одна маленькая проблема. У нас большая разница в весе и в росте и вообще в ширине плеч. И все мои плечи просто не проходят вот здесь. Вы видели видосы, где мужчина там в платьях таких? Это выглядит, ну, странно, но нормально. На меня оно просто физически не налазит. Я его реально порву. Да, мы пробовали, мы пытались заснять, но это выглядит настолько странно, даже не смешно, просто странно, потому что все остается вот здесь. Дальше не проходит. Оно у меня, типа, где-то вот здесь вот, да. Или мы специально купим такое супер растягивающееся платье трикотажное, знаешь, прям вот такой инфицейк. У бабушки возьмем. Я тебе поясом заверну вот так, и тогда заснимем его. Это тоже женское, сложно. Здесь уже больше внимания к самой съемке идет, и склеить красиво надо. Я переживаю именно за наш тайминг, потому что мы должны плюс-минус одновременно падать и это. Склеить это не сложно. Мы в целом сделаем несколько попыток, лучше покажем вам. Но здесь тоже есть сложность в том, что надо все время переодеваться. О, да, переодеться же так сложно. Алина до сих пор не поняла, что мы делаем. Попробую помочь. Здесь сложнее снять это. Раз, два, три. Раз, два, три. Это реквизит для съемок. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь угадайте, кому это смонтировать надо. А еще кому убраться вокруг. Столько вещей валяется реквизита. Я вообще представляю, что это в квартире тиктокера. У меня там просто вот так хлам, хлам один. Ну что, вот прямо сейчас напишите в комментариях, как вам вот этот результат этого челленджа. Вот мне интересно, от одного до десяти. Потому что Алина мне сказала, ну это не то, что я немножко хотела. Не так я это видела. Нет, просто когда ты же начинаешь что-то снимать, если представляешь одну картинку, а по факту получается другую, а по факту получается другая. Тем более ты же был главным руководителем парада. Я просто, знаешь, как робот падает. Мне нравится, там топ. Там вообще не видно склеек. Четыре лука. Быстро. Все под музыку. Топ. Десять. Топ за свои деньги. Короче, Максим сам оценил этот ролик на десяточку. Сады, скажите десяточка. Десяточка. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Сегодня у нас было все. И спортивные челленджи, и, скажем так, на шизофрении умственной, и переодевание. В общем, все самое популярное, что есть в ТикТоке. Но если вы хотите продолжения, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока! Пока!